Друзья, уважаемые, родные, близкие Афан Броныча, мне посчастливилось, была большая честь быть знакомым с этим человеком при жизни. Я удивлялся его спокойствию, его рассудительности. Мы были молодые, как сказал Сергей Константинович Чимпоеши. Нам посчастливилось быть у истоков референдума с метелочкой или с маленьким совочком. Я имею в виду меня и молодежь Гагаузии. И когда мы, в принципе, референдум, очень сильная массированная атака пошла именно опять с Чедерлунги. Не знаю, почему Леонид аккуратно сделал акцент на Чедерлунгу, но оно так. Это не только культурная столица автономии, но это еще и такой сегодняшний рассадник патриотизма, который, я думаю, в будущем сможет всю Гагаузию потихонечку рассадить правильными саженцами. И, может быть, дать Бог, как Илья сейчас в конце сказал, и поэты, и писатели будут слагать легенды. Вами, уважаемые отцы, основатели и патриоты. Михаил Миронович, это на самом деле, как и говорил Степан Михайлович, покойный Степан Павштапал. И здесь Георгий Федорович, мной уважаемый Аксакал, который действительно из вашего поколения самый старший, самый ведущий, учитель. И я очень тронут, что сегодня здесь мы, несмотря на то, что есть между нами какие-то разногласия в жизни, но сегодня мы здесь все собрались, потому что мы все любили и уважали этого человека. Очень хотелось бы, чтобы мы чаще и больше собирались, возможно, мы будем находить какие-то конструктивные решения с мэрией, с муниципией, с исполкомом, с депутатами. Через запятую хочу сказать, на самом деле очень обидно и неприятно, что до конца нового года, до конца последней сессии, был не принят этот закон о ветеранах становления, о патриотах, о отцах основателя. Я думаю, что автономия, когда не имела бюджет, мы могли ссылаться на то, что сегодня бюджета у нас нет. Но когда автономия уже может кормить детей и школьников и в садики, я думаю, что 2-3 миллиона лей сдать этим создателям, которые на ровном месте сделали государство и в последующем сделали государственность, что у нас в государстве есть государство внутри государства, это, уважаемые аксакалы, уважаемые друзья, это личная ваша заслуга и, как сказал Леичу, это настоящий был подвиг с вашей стороны. Вы не знали, что с вами будет, включая Михаила Мироновича, как Георгий Федорович говорил, сейчас Константин выступал, когда вы все звонили друг другу, находили этих идейных идеалов и создали вот сегодняшнюю государственность. Поэтому вечная память Михаилу Мироновичу и всем отцам-основателям, которые сегодня уже с нами рядом нету, это и первый президент Гагаузской республики и многие другие, и Марунеевичи, и Буеклы. Я думаю, что мы будем продолжать ваше дело, несмотря ни на что. Я думаю, как сказал Сергей Константинович, я не то, что думаю, я уверен, что самосознание Гагаузов будет подниматься ежедневно, и я уверен, что оно начнется с 4-го, с августа. Слава предоставляться депутатам Народного Собрания.